112 молодых дарований Верхневолжья стали обладателями стипендии губернатора Тверской области Василия Андреева и Сергея Лемешева. Награждение победителей проходило в Тверской областной академической филармонии. Об этом рассказывает наш корреспондент Наталья Чекет. В зале Тверской областной академической филармонии собрались одаренные юноши и девушки Верхневолжья. Концерт-презентация 112 молодых стипендиатов показала, что регион богат на дарования, которые продолжают сохранять и приумножать духовно-нравственное наследие нашей страны. Приветственный адрес участникам и гостям мероприятия направил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Таланты и созидательная энергия позволят молодым дарованиям Тверского края внести свой вклад в развитие отечественной культуры. Сердечно благодарю родителей и наставников за поддержку юных творцов. Поздравляю стипендиатов с заслуженным успехом. Желаю всем неиссякаемого вдохновения, оптимизма и новых достижений на благо Тверского края и всей нашей страны, губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. Стипендиатов и лауреатов премии определили по итогам конкурса. К нему юные дарования готовились в течение года, чтобы продемонстрировать талант. Участие в конкурсе приняли более 300 ребят из детских школ искусств, общеобразовательных организаций, культурно-досуговых учреждений, детских и молодежных общественных объединений. Прохор Нестеров приехал учиться в Тверской музыкальный колледж из Екатеринбурга. Молодой человек обучается по специальности сольное и хоровое народное пение. Рассказывает, что интерес к традиционной культуре у него от родителей. Мой отец занимается традиционной казачьей культурой уже более 30 лет. Матушка тоже, когда училась на филолога, она познакомилась с традиционной культурой. Показали, а я понял, что это тот генетический код, которым можно сокрушать любовью. Вероника Петрова учится в школе искусства, зато Озерного на художественном отделении. Девушка занимается рисованием и дизайном костюмов. В этот день Вероника представила костюм красной девицы. Он шит по русским народным традициям. Сначала идея, потом мы рисуем эскиз и начинаем создавать. Сначала брали всякие тесемочки, их расшивали полностью. Я думаю, что самым сложным был кокошник. На эту сеточку ушло очень много времени, но я считаю, что она получилась очень хорошая и горжусь ею. Еще одни получатели стипендии — братья Ивановы. Артем и Михаил из Лихославля. Они оба обучаются по классу фортепиано. Старший Артем уже в шестой раз становится обладателем стипендий, а его брат Михаил — во второй. Фортепиано мне нравится тем, что когда играешь, звук всегда готовый. Плюс репертуар на фортепиано намного больше, чем у других инструментов. Это как бы больше, ну, масштаб произведения другой. Глеб Варламов — баянист из Вышнего Волочка. Занимается музыкой в восемь лет. Говорит, что баян — это маленький орган. Три года моя мама решила отдать мне на подготовительное отделение в детскую школу искусств. Там меня заметил мой преподаватель Соколова Галина Владимировна и предложила мне пойти к ней на баян. В итоге я согласился, и вот уже восемь лет я занимаюсь этим прекрасным инструментом. Вот не зря же говорят, что баян — это маленький орган. После торжественной церемонии награждения свое мастерство ребята продемонстрировали на сцене.